Мы чтим память тех, кто погиб в блокадном Ленинграде, отстаивая свой город, свою родину. Жители Дуная также присоединились к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В мероприятии приняли участие волонтеры Победы и ребята из отряда «Твори добро». Акция проходила в выходные дни в самом оживленном месте поселка в торговом центре «Спутник». Поучаствуйте в акции, возьмите символ блокадного Ленинграда – кусочек хлеба. С таким призывом организаторы патриотической акции обращались ко всем дунайцам. Жители поселка с большим удовольствием отзывались на просьбу и не проходили мимо. Каждый своей рукой брал совершенно бесплатно символическую хлебную пайку весом 125 граммов. С пониманием и уважением отнеслись к проводимой акции дунайцы, благодарили организаторов за сохранение исторической памяти. Сегодня проходит акция «Блокадный хлеб», когда жители поселка, волонтеры знакомят, напоминают им о дате 27 января, о дате снятия, полного снятия блокады. И жители могут вспомнить и символичный кусочек хлеба взять себе в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда, о подвиге защитников Ленинграда, о подвиге всего советского народа, который принёс нам победу. И подержать в руках этот хлеб и просто прочувствовать, какой ценой досталась нам победа и как тяжело было ленинградцам в годы блокады. Я думаю, это очень хорошая акция, которая не позволит забыть никому и будет сохранять память о Великой Победе. Главная задача акции – угостить каждого блокадным хлебом и распространить информацию о жизни Ленинграда в годы войны. Специально для этих целей с каждым кусочком хлеба волонтеры давали жителям Дуная яркую листовку с соответствующими цифрами и фактами. Современному человеку трудно понять, как взрослые люди и маленькие жители блокадного Ленинграда выживали на этом мизерном сухом пайке. Это невероятная отвага, мужество, сила воли. И самое главное, что люди не падали духом в те страшные годы. Цель у нас, по-моему, у всех патриотических – это одна, чтобы наши дети не забыли той войны. Не то, что лишения и так далее, а именно цены, которые мы заплатили за это. Та война прошла по каждой семье. Мой дед, он еще жив, 93 года. Ветеран отечественной войны имени Анатолий Николаевич. Он живет у нас в Сахалине. Он принимал участие в освобождении Ленинграда. Рассказывал, что старт, что млад. Как бы встречали, как войска. Второго дедушка, конечно, у меня уже не дожил. Но я его еще помню. Он дошел до Берлина. И как ветераны сами говорят о тех лишениях, о той цене, это лучше бы вам не знать. Но цену мы заплатили страшную. И это надо помнить всем. Блокада Ленинграда – одна из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны. Это самая продолжительная осада города в истории человечества. 872 дня боли и мучений, мужества и героизма. Ни один город за всю историю войн не отдал за победу столько жизней, как Ленинград. Люди старшего поколения уверены, что подобные мероприятия необходимо проводить и как можно чаще. Ведь они не только напоминают о тех страшных годах, но и воспитывают патриотизм у современной молодежи. Забывается история наша, и военная история, и вообще истории нашей нет. Если раньше детей учили чему-то, преподавали в школах историю Великой Отечественной войны, то сейчас у нас в школах, возьмите, там ничего почти нет. Там нет вообще ничего почти. А про блокадный лейбрант вообще я не знаю. Сейчас там было что-то. Спросите у молодежи какой-то. Любого спросите. Когда началась, когда окончилась, кто победил. Они знают этого, этой истории. Это, конечно, далеко не тот хлеб, испеченный по известной блокадной рецептуре. Но ведь и цель этой акции – вовсе не создать аналог, а напомнить, ценой каких усилий, жертв и страданий далась победа. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» проводится в рамках «Кода памяти и славы» в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Эта акция, значит, не только для меня, но и для всех жителей нашей страны. Это 27 января 1944 года. Это памятный день в истории нашей страны. Это день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Этот день должны помнить все и знать о нём хоть что-то. Какой ценой это досталось нашим предкам. Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Памяти и блокадный хлеб» завершится 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Помимо данной акции в городском округе запланирован ещё целый комплекс патриотических мероприятий, среди которых митинги, выставки, экскурсии, лекции, показы фильмов, тематические классные часы и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok